Более 4,5 тысяч жителей Верхневолжья на сегодняшний день состоят на учёте в Тверском областном кардиологическом диспансере. Часть из них на постоянной основе наблюдается в Центре по работе с пациентами с хронической сердечной недостаточностью, который уже больше года функционирует на базе медучреждения. Он рассчитан на пациентов с пороками сердца, ишемической болезнью и после сложнейших операций. Тему продолжит наш корреспондент. Более 2 тысяч жителей региона за год приняли врачи специализированного Центра по работе с пациентами с хронической сердечной недостаточностью. На базе кардиодиспансера для этих целей оснастили отдельный кабинет. Среди пациентов Центра Андрей Маслов. Мужчина перенёс 7 инфарктов, а в декабре трансплантацию сердца. Сейчас восстанавливается. Врачи здесь контролируют его состояние и проводят целые ликбезы по здоровому образу жизни, соблюдение которого крайне важно для сердечника. Мы многого не знаем от той же самой болезни, от той же самого восстановления. Я вот правильно перенёс операцию. Я не знаю, какое ещё ограничение может быть, какие нагрузки. Нам можно, какие нельзя, мы тоже этого не знаем. Азы вот этого всего, что как себя вести, как питаться. Так же, как и Андрей Маслов, наблюдается в центре Евгения Жученкова. Она пациент кардиодиспансера уже около 30 лет. Год назад проблема с сердцем обострилась. Женщина перенесла летом прошлого года стентирование. Я хожу каждый месяц на все, и на процедуры, и УЗИ, и ЭХО делали, и холтер два раза уже мне ставили. Анализы крови, ночи, там всё, в общем, сдают. Никаких очередей нет, прихожу к своему часу. Пациенты с хронической сердечной недостаточностью попадают под категорию тяжёлых. Ведь течение заболевания предсказать невозможно. Поэтому они требуют особого внимания и подхода, рассказывает врач центра Таисия Буканова. Кабинеты хронической сердечной недостаточности, на самом деле, это актуальное направление, потому что количество таких пациентов растёт. И, к сожалению, не всегда терапевты справляются с такими тяжёлыми пациентами. Нам надо им обязательно помогать, потому что увеличение качества жизни, увеличение продолжительности жизни этих пациентов играет важное социальное значение в первую очередь. Здесь такие пациенты проходят обследование, медикаментозное и немедикаментозное лечение. В день врачи принимают около 350 пациентов. Ещё важно, что с данной категорией работают именно профильные специалисты. До 2022 года эта категория больных, которая характеризуется более неблагоприятным прогнозом, находились в поле зрения и ведения врачей участковой службы, участковых терапевтов. Нас это сподвигло к созданию и к открытию кабинета так называемого специализированного высокого риска именно для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. На сегодняшний день в учреждении состоят на учёте 4,5 тысячи пациентов. Им оказывается весь спектр услуг на амбулаторно-поликлиническом этапе. Для этого есть техническое оснащение и специалисты. Ежегодно для учреждений здравоохранения закупается медицинское оборудование. Для кардиозиспансера в 2022 году было принято решение приобрести специальный аппарат УЗИ. Глава региона отметил, что грамотный персонал и технические возможности играют важную роль в развитии здравоохранения. Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медпомощи населению на всей территории региона является приоритетом. Кроме того, в кардиодиспансере можно получить помощь узкого специалиста, например, эндокринолога. Здесь же принимает и детский кардиолог. При необходимости врачи направят пациента для специализированной помощи в федеральной клинике. Записаться на приём можно в регистратуре или же онлайн через все доступные сервисы.